В эпоху Ренессанса было модно зачесывать волосы назад, чтобы лоб казался шире. На Руси для этого использовали кокошники. Диадемы, обручи и короны популярны и по сегодняшний день. Между прочим, их можно сделать и своими руками. Как? Узнаем от героини рубрики «Мое хобби». Занимаюсь больше года назад. Начала заниматься. Это всевозможные кокошники, тиары, ободки, веночки. В общем-то, все аксессуары для волос. Меня всегда вдохновляли украшения для волос, именно различные. И начала я с корон кружевных, потом уже стала делать цветочные ободки, веночки. И сейчас плотно делаю кокошники. Самое первое изделие – это какое было? Это была кружевная корона. Я ее сделала. Она у меня пролежала не очень долго, потом она мне не понравилась. Естественно, я уже ее переделывала. И все. Сейчас уже делаю такие более уверенные работы, которые нравятся уже даже самой. Я использую различные материалы. Это и тканевые, допустим, что касается цветов, да, тканевые цветы, фоамирана, всевозможные бусины. Что касается основ самих, например, для кокошников, мне помогает изготавливать мой папа. То есть он это делает своими руками. Какие-то основы идут стандартные достаточно, то есть обычные ободки, что-то идет на проволоке. То есть варианты абсолютно разные. Конечно, мне очень нравилось заниматься именно веночками различными, из цветов и ягод. Это как раз была весна, лето. Сейчас, конечно, кокошники и расшитые на бархате ободочки. То есть расшиты они бусинами, стразами различными, в общем, всевозможными материалами. У меня берут всегда на фотосессии, на какие-то мероприятия, на дни рождения и так далее. Я бы не сказала, что мало, потому что где-то примерно, по моим подсчетам, больше 150 изделий. Я уже, собственно, по Архангельской области распространила свои. Поэтому берут на любые случаи. Как раз хочу заняться украшением из металла. И очень бы хотела сделать лимитированную коллекцию именно украшений из металла. То есть это тоже короны будут, это будут ободки различные. Заняться этим хобби может любая девушка, у которой есть время, конечно, на это, чуточку фантазии и терпения. Потому что это требует такой длительный процесс, который усердный такой. И требует, конечно, время. Редактор субтитров А.Семкин